Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует телеприемная городских депутатов. В течение ближайших 50 минут на ваши вопросы, касающиеся любых тем жизнеустройства Великого Новгорода, готовы ответить депутаты Городской Думы. Прямо сейчас вы можете взять в руки трубку и набрать номер телефона нашей студии 67 97 67. Мы будем рады выслушать ваши пожелания, вопросы и, может быть, напутствие. Итак, представлю вам наших сегодняшних гостей. В нашей студии Константин Дмитриевич Демидов, заместитель председателя Думы Великого Новгорода. Добрый вечер. Илья Игоревич Сельянов, председатель комиссии по городскому хозяйству, представляющий округ номер 13. Добрый вечер. Комиссию по жилищному хозяйству, архитектуре и землепользованию представляют депутаты. Алексей Владимирович Старостин. Здравствуйте, уважаемые новгородцы. А также Алексей Николаевич Сабельский. Здравствуйте. Также в нашей студии Юрий Михайлович Веселев, депутат по избирательному округу номер 14 Великого Новгорода. Добрый вечер. Итак, ноябрь месяц. Традиционно у всех депутатов довольно горячая пора, поскольку начинается работа над бюджетом города на следующий год. Поэтому, конечно же, мы первый вопрос, каким будет бюджет, а, соответственно, наша жизнь и, ну, собственно говоря, какой год нас ждет. Потому что каждый из нас, я уверена, каждый новгородец хочет ходить по чистым тротуарам, ездить по хорошим дорогам, видеть красивые клумбы, достроенные здания. Ну, перечислять можно бесконечно. Каким будет бюджет, каким будет наш год? Ну, вы знаете, чудес, конечно, не бывает. Мы все видим с вами, какая экономическая ситуация в стране, как развивается наш город. Поэтому тот бюджет, который уже представлен на сегодняшний день на рассмотрение депутатов, ну, при первом рассмотрении, он, конечно, вызывает ощущение очень сложного бюджета. Доходы по собственным полномочиям, к сожалению, будут меньше, чем доходы были запланированы на нынешний год. Видимо, где-то в чем-то придется. По понятным причинам, то есть имущество уже продано, поэтому, наверное, да? Будет бюджета ужиматься, где-то что-то придется сокращать, возможно, и управленческую сферу. Поэтому бюджет будет сложный. Хочу сразу сказать, что обсуждение бюджета будет открытое. На 21 ноября назначено внеочередное заседание Думы Великого Новгорода, где будет определена дата публичных слушаний по бюджету. Это будет начало декабря, поэтому, конечно же, все желающие новгородцы могут принять участие в этом процессе, могут посмотреть, что это будет за бюджет, могут высказать свои пожелания, задать необходимые вопросы. Хочу обратить внимание, что по параметрам бюджет с Ферстом на сегодняшний день без дефицита на следующий год. Значит, он предполагает бюджет на три года, то есть мы все-таки уходим от одногодичного бюджета на трехгодичное планирование. Ну, а как он будет наполняться, как мы будем распределять доходы и расходы, тут уже все зависит от того, как депутаты, насколько активно они примут участие в обсуждении, какие предложения выскажут и какие мы изыщем возможности вместе с администрацией города по его наполнению. Хочу также обратить внимание, что к этому вопросу приковано пристальное внимание со стороны областной власти. Вот сегодня состоялось большое совещание под руководством губернатора, где как раз обсуждались вопросы социально-экономического развития Великого Новгорода в свете необходимости принятия бюджета на следующий год. Были высказаны различные, ну, не только пожелания, скажем так, и критические высказывания в адрес городской власти. Я думаю, что мы все их учтем, обязательно мы рассмотрим все, что было высказано. Я думаю, вы о большинстве их знаете. Собственно говоря, да, мы знаем, о чем, собственно говоря, идет речь, что нам будет высказано. Но в любом случае, конечно, последнее слово остается за городской властью. То есть и областные власти, и федеральные, и любые другие, это все-таки, прежде всего, те органы, которые могут высказывать свои пожелания. Принимать бюджет, конечно, нам. Но, тем не менее, вот вы сказали про публичные слушания. Много ли народу приходит на них? Ну, в данном случае, кому нравится, кто считает для себя необходимым участвовать в этом процессе, те новгородцы, соответственно, и приходят. Мне кажется, у нас новгородцы, в принципе, да, неохотно посещать такие мероприятия. Илья Игоревич, что скажете? Ну, смотря какие, публичные слушания, я думаю, все-таки активно посещают. И вот у нас сейчас пора идет отчетов депутатов. И вот у меня как раз на следующей неделе будет отчет перед избирателями. Вот я хочу избирателей пригласить во вторую школу на свой отчет в понедельник, 21 числа, в 5 вечера. И ко мне обычно много приходит. Я думаю, что на публичные слушания, особенно по бюджету, тоже должны прийти. Но меня волнует вот какой вопрос. Все-таки социальные льготы, да, у нас бюджет всегда был социально ориентированным. То есть в этом году вот все, что было, оно останется, Константин Ильич? Ну, вы знаете, мы с вами не живем в отрыве от Российской Федерации, не живем в отрыве от субъекта Федерации Новгородской области. То есть сегодняшняя поставлена задача председателям правительства в этой области, скажем так, не добавлять, но и не уменьшать то количество льгот, которые уже были предусмотрены в предыдущее время. Поэтому на сегодняшний параметры бюджета пока с технической точки зрения не предусматривают никаких денежных средств на обеспечение льгот. Но без всяких сомнений в ходе работы над бюджетом, конечно, эти цифры там появятся. И я очень надеюсь, что льготы будут сохранены. Тем более, что такие льготы, которые у нас на местном уровне приняты, это выплаты первенству, это выплаты многодетным семьям, они совершенно очевидно дали положительный результат. У нас с вами и рождаемость увеличилась, у нас с вами и количество многодетных семей выросло значительно по сравнению с тем периодом. То есть это четко можно проследить? Это четко можно проследить, это сухие цифры, это не какие-то там рассуждения. Поэтому я надеюсь, что это сохранится. Что касается таких льгот, как приобретение проездных билетов школьникам и студентам, то сегодня, кажется, совещание об этом много говорилось. И областные власти даже готовы забрать вот эти полномочия, финансовые полномочия, на уровень области. То есть помочь нам в финансировании данных льгот. Если будет, конечно, стороны города предложен соответствующий механизм. Четкий, понятный, ясный, прежде всего, для получателей этих льгот. Каким вы видите? Ну, здесь не стоит скрывать, что для начала нужно разобраться и с нынешним бюджетом, который больше всего похож, как в басне, на Тришкин кафтан, где мы постоянно латаем дыры и переносим средства с одного места в другое. И 2017 год нам покажет, что бюджет 2017 года не может быть бездефицитным. И он потянет со собой долги и 2016 года. И поэтому, конечно, нужно будет по этому поводу очень много разговаривать и принимать правильные решения. Потому что на самом деле очень много из доходной части будет сокращение. И это очень сильно коснется социальной части. И, естественно, там, кроме вот этого молока, про который сказал Константин, есть и заморозки на 2017 год планируются по различным компенсациям. Не только студентам на проездные, но также и водоподготовка в школах, это фильтры. И это у нас, в общем, там придется очень много разбираться. Ну, ряд каких-то статей, но это все еще все равно обсуждаемо. То есть это еще не... И по многодетным семьям, и по первому ребенку, и по двойням, и по тройням это все будет замораживаться. Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно. И, уважаемые новгородцы, пожалуйста, подключайтесь к этому вопросу. У нас появился первый звонок. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я хотела бы поговорить про тротуар. Вот прямо вот сегодня шла буквально, и вот такая каша, ну это вот потому что минус. Завтра ожидается потепление, плюс. Завтра это будет вода. Понимаете, вот я наблюдала, я без палочки еще хожу, но вот видела людей с палочками. Я чуть ноги в этом снеге не переломала. Представляете, какой слой снега, и он не потичит. Ну мы представляем, потому что прекрасно ходим, точно так же, как и все по городу, да? То есть, поэтому, что тут есть? Ну вот, вы знаете, конечно, мы тоже ходим по этим тротуарам, тоже все это видим. Неоднократно обращали внимание администрации Великого Новгорода на, скажем так, неправильный принцип заключения контракта по уборке города. Я напомню, что контракт этот заключался полтора года назад и предусматривал срок до марта следующего года, то есть на срок больше одного года. Мы говорили о том, что видим, мы вот такой результат с вами все-таки увидим, потому что один лот, на него выходит только одна организация, в данном случае это спецавтохозяйство, которое не может обеспечить уборку всех абсолютно улиц и тротуаров. Ну, мы видим то, что видим на сегодняшний день. Есть, конечно, представители в городском хозяйстве муниципального учреждения, которые следят за качеством уборки. Он, собственно говоря, и подписывает такты выполненных работ. Ежедневно, конечно, снимаются определенные суммы с уборки, конечно же, с оплаты уборки, конечно же, выписываются штрафы административным управлением, но пока на сегодняшний день нас, как представительный орган, конечно, такое качество уборки не может ни в коем случае удовлетворить. И вот мы только что были с Юрием Веселевым на собрании общественности в мини-мэрии Псковская, как раз задавался этот вопрос. И, в общем-то, есть предложение, может быть, при заключении нового контракта, посмотреть какую-то систему общественного контроля за качеством уборки. С тем, чтобы новгородцы не просто вот так вот могли позвонить в эфир или высказать чиновнику вот свое какое-то пожелание, а чтобы сами могли участвовать в фиксации вот таких вот нарушений, там, где нет уборки, чтобы все об этом знали, на это реагировали. То есть, некие общественные комиссии, чтобы входили, да? Я не могу сказать, будет ли это общественная комиссия, или это будут просто какие-то обращения. Наверное, нам нужно вот новгородцам всем посоветоваться и какую-то систему общественного контроля для себя придумать. С тем, чтобы вот у нас связь была не только вот такая, по вертикали, когда новгородцы куда-то наверх обращаются, но и по горизонтали. Ну, а вот депутаты, это разве не тот самый общественный контроль? Несомненно, это тот самый общественный контроль, но депутатов 30 на город. И, как вы понимаете, ведь большинство из них занято еще и на основной своей работе, они не могут постоянно ходить и отслеживать ситуацию с уборкой тротуаров. И вы прекрасно понимаете, что всю территорию города, даже 30 депутатов не могут охватить. Алексей Николаевич, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел добавить, как раз стали говорить о каше, которая образовалась на тротуарах, она образовалась и на парковках, и на проезжей части кое-где, и на автобусных остановках, да. И это говорит о чем? О несогласованности действий. То есть у нас вместо того, чтобы убрать снег, у нас выпадает снег, и на него начинают посыпать песочком, солью, в общем, какими-то смесями, которые призваны уменьшить обледенение, ликвидировать его. Вместо этого его сыпят не на лед, а на снег, после этого убирают снег, когда-то это происходит, да, вместе с этим песком. То есть мало того, что несогласованные действия, они еще приносят дополнительные убытки, в том числе и предприятий, которые этим занимаются. И мы, вот общественное движение «Новый город», которое в том числе я представляю, не раз обращали на это внимание, и что хотелось бы добавить по поводу общественного контроля, это, безусловно, нарушение, и его необходимо фиксировать. Самый простой способ – это стоит позвонить в контрольно-административное управление Великого Новгорода. Телефон не помню сейчас, но он есть на сайте администрации, да, городской. Можно еще с собой носить лопату, если честно, я с собой вожу в машине постоянно. Но мы здоровые люди, мы можем это себе позволить, а кто-то не может. У нас телефонный звонок, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушайте. Алло, просто крики души. Во-первых, я хочу сказать про цены, я понимаю, рынок не рынок, у нас все непутевый рынок, но что я хочу, как люди должны выживать? Куры резко вверх пошли, крупы дорогие, молочка, все дорогое, уже идешь ни костей, ни куриных шей, не купить, все в дефиците. Как люди жить должны с такими низкими доходами? Теперь пошли вопросы. Присоединяясь по этой жиже, вы нам что предлагаете и нам лопаты носить, у вас по машине? Конечно нет, конечно нет, я просто сказал про себя. Вот эти машины, как господа, едут по дорогам, а мы по щиколотку в этой жиже, ужас какой-то, не подойти ни к одной зебре. Вот этот, обращаясь к Псковской, дурдом какой-то, а у депутата Псковской, вы где хотите пехом наводить порядок? Междворовая территория вообще не чистится. Следующий вопрос, уже смазолен язык. Мы знаем, что в областном у нас управление медицина, но дело в том, что миллионы, где дают, все врачи туда перебежали. У нас город оголен. Медицинскими кадрами вы должны выбивать в области делать такие же доплаты, ну пусть не миллион, хоть сколько-то надо, очень низкие зарплаты, не про всех городских поликлиниках. И третий вопрос, что-то тут, или четвертый какой-то, чего-то тут давящее, между делом, секунду сказали, мы в обмороке. Что такое с теплокомпанией? Вот Лебедева говорила, что этот народный контроль, или что там, что в три раза увеличиваются цены, тарифы на тепло, пока не для юридических лиц. Вот про школу речь шла что-то, а физические пока на дотации, но в скорости это, это что такое-такой же беспределка? Спасибо большое за звонок. Итак, давайте начнем по порядку, да, все-таки дворовые территории, в частности микрорайон Псковский, то есть, ну вот что в этой ситуации могут быть, могут сделать депутаты? Да, потому что мы же прекрасно понимаем, что все-таки эта функция исполнительной власти контролирует, да, уборку и так далее. Юрий Михайлович. Ну, вчера у меня в районе восьми вечера состоялся 40-минутный разговор со старшим по дому 48-го дома по улице Псковской. Абсолютно, как бы мы вот на эту тему очень долго и много с ней разговаривали. До чего договорились. Я очень прошу вас, дорогие избиратели и жители Великого Новгорода, не просто в этой части нам эмоционировать, да, и просто выплеск какой-то делать эмоции. О чем сказал Алексей, да, есть отдел, который контролирует выполнение работ подрядчиком. По контракту, правильно? Да, по контракту. Есть управляющие компании, которым вменена эта функция. Я прошу вас, призываю вас, пишите. А если не готовы, не получается или чувствуете, что не можете это сделать, обращайтесь ко мне. Я без проблем помогу в этой части. У меня есть уже юристы, которые на округе работают. И как получается, потому что мы с этой проблемой столкнулись две недели назад. И вот два письма мы написали по Псковской. Не поверите, но на следующий день произошла уборка. Вот Константин Дмитриевич говорит, да, мы были на общественных слушаниях. Да, и о чем мы там говорили? О том, что, ну, в этой части не надо проявлять, в общем-то, пассивность какую-то. Нужно, ну, нужно проявлять активность, то есть писать. И, ну, понятно, что это техника, понятно, что это вовлечение людей, понятно, что это средства. И у нас один из специалистов был административного... Ну, вот как раз контроль административного управления, который... Да, да, да. Она говорила о штрафах. Об этом должны знать все жители. Штрафы высокие для должностных лиц. Это от 10 до 50 тысяч за невыполнение вот подобных вещей. Для юрлиц это от 50 до 100 тысяч. Но там есть довольно замысловатая процедура. Вот я считаю, что над этой процедурой нам, в том числе депутатам, общественникам и заинтересованным лицам, необходимо подумать. Казалось бы, штрафы есть, дворы не убраны. Значит, что-то не так. Где-то происходит разрыв этой коммуникации. Не наказывают. Потому что, видимо, это эмоции и эмоции, да? И не наказывают. Хорошо, это один вопрос. Потом, ну, по медикаментам, да? То есть, вернее, по медикам доплаты все-таки можем ли мы осуществлять? Наверное, мы уже ответили на этот вопрос отчасти, да? Вы знаете, наверное, не стоит уповать только на какие-то доплаты. Потому что ведь эта проблема, нехватки медицинских кадров в городе, она видна не только нам, как пациентам, но она видна, конечно, и руководителям области, и руководителям федерального уровня. Ну вот, мы, конечно, под контролем держим этот вопрос. Насколько я знаю, со следующего года у нас исчезает такое звено, как координатура. То есть, у нас те люди, которые выпускаются из учебных заведений, теперь смогут сразу работать врачами, по крайней мере, участковыми терапевтами. И, как уверяет департамент по охране здоровья населения области, все-таки со следующего года должна проблема начать решаться. То есть, у нас в городе ожидается приток вот таких молодых специалистов именно на должности участковых терапевтов. Ну, вот вопрос еще по тарифу на тепло, да, который вырастет в 3-4 раза. Ну, вы знаете, пока, наверное, это все-таки из области слухов, потому что ни о каком повышении тарифов в 3-4 раза. Алексей Владимирович шуку поднял, говорит, я знаю, я знаю, что сказать. Я хотел добавить просто, что КПРФ была против, но большинством голосов мы отдали в концессию теплоэнерго в частные руки, которые забрали себе здоровое предприятие, оставили нам 800 миллионов долгов. И поэтому сейчас влиять на рост тарифов мы сильно не можем, к большому сожалению. Если бы наши новгородцы приходили бы к нам на митинги и вставали с нами вместе под флаги, мы, может быть, и смогли бы добиться того, чтобы такого не произошло. А еще вы говорите про здоровое предприятие, честно скажу. А мы этот вопрос рассматривали, и, в принципе, он действительно был здоровым. Ну, разочли, все-таки я возражу, Алексей Владимирович, я понимаю, что на митинге у нас справит любая партия приглашать людей, наверное, это форма выражения своих политических взглядов, но все-таки тарифы определяют у нас не митинги, тарифы у нас определяет Комитет по ценовой тарифной политике области. Они тоже ограничены каким-то лимитом. Они ограничены определенными лимитами. Это есть определенная методика из законодательства, которое не позволяет расти этим тарифом бесконтрольно по пожеланию только лишь поставщика тепла. Поэтому все-таки решать нужно в рабочем порядке, вот на основе законодательства. Поэтому у нас берут по максимально вертик. Илья Георгиевич, вам часто приходят, жалуются на тарифы? На прием приходят люди почему? Потому что, на самом деле, низкие пенсии, низкие зарплаты, и людям, конечно, ощутимо, когда какое-то даже незначительное повышение тарифов или цен, вот как сказала сейчас одна из жителей нашего города, которая звонила, или области. Для нас это катастрофа, да? Да. Когда, конечно, небольшая зарплата, и продукты дорожают, это очень ощущается. Поэтому, конечно, приходят и в большей степени... Но все равно ЖКХ тема номер один. Вопросы ЖКХ, да, это всегда вопросы номер один. Но вот я хочу поддержать Юрия, который сказал, чтобы жители были активнее. Потому что в активности жителей вообще сила. Сила решения многих вопросов. И в том числе мы можем помочь. И есть очень инициативные люди, которые и с исполнительной властью очень четко работают и качественно. И они, в принципе, решают такие вопросы. У каждого дома есть своя инициативная группа, а свои старшие, которые, в принципе, могут решать вопросы дома. Поэтому жителям надо быть просто активнее, и тогда будет много что получаться. Когда заговорили про уборку, у меня появилось дикое желание просто сказать огромное спасибо тем дворникам, которые работают у нас во дворе. Потому что двор у нас всегда вычищен. И здесь просто человеческий фактор. Согласен. То есть от этого тоже очень много зависит. Еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Не слышим вас говорить погромче. Не слышим пока мы этот вопрос, но давайте вот еще что тогда обсудим. Все-таки совсем недавно депутаты обсуждали положение о рекламе. Тоже очень спорный документ такой, потому что, я знаю, был некий круглый стол, на котором собирались и депутаты, и представители мэрии, и бизнес-сообщества. Юрий Михайлович, несколько слов о том, как проходило это заседание, к чему в итоге пришли. Ну, вопрос до сих пор находится в очень активной проработке, потому что заинтересованных сторон очень много. Это как те, кто рекламу эту продают. Заинтересованной стороной, несомненно, является бюджет Новгородского, Великого Новгорода, который необходимо пополнять. Заинтересованными сторонами являются в том числе, как ни странно, но и жители домов, на фасаде которых размещается... Они могут на этом зарабатывать, по идее, то есть... Да, да. И в этой части уже много внесено корректировок, технических правок. Вот лично Константин Дмитриевич не один час уже провел за корректировкой этого документа. Мы в первом чтении его приняли, но он явно требовал доработки. И не один круглый стол. Я думаю, что это не последний диалог, который у нас идет... Но говорили же, что его примут уже чуть ли не до конца этого года. Нет, но вы знаете, документ, конечно, очень важен, потому что он поможет в том числе и пополнять бюджет доходами от размещения рекламной конструкции. Поэтому на сегодняшний день достигнута договоренность, что ко второму чтению документ будет подготовлен и, вероятно, будет вынесен на очередное заседание Думы в конце декабря. С тем, чтобы постараться к началу следующего года его принять и начать уже по нему работать. Кстати говоря, здесь я хочу отметить, наверное, что с администрацией у нас состоялся довольно продуктивный диалог. Очень хорошо мы сотрудничаем в этой части. Комитет архитектуры, как инициатор этого документа, я считаю, достаточно внимательно относится ко всем мнениям, которые высказываются. Если мы будем работать и дальше в таком же русле со всеми подразделениями администрации, я думаю, что у нас получится хорошее сотрудничество. Но интересы бизнес-сообщества учтены, да? В данный момент они ведут переговоры. И здесь есть такой особый краеугольный камень. Цена, которая будет повышаться, понятно, что будет производиться индексация, но она не должна быть в том размере, в котором мы получим что? Мы получим то, что рекламщики, часть из них могут просто уйти с рынка. Мы тогда недополучим. Вообще ничего не получим. Вообще ничего не получим. Абсолютно правильно. Поэтому здесь, в этой части, им обязательно необходимо договориться. И здесь мы, как депутаты, можем занимать с одной стороны нейтральную сторону, но с другой стороны и активную сторону. Но в рамках уже, конечно, наших полномочий. Но важно, чтобы город, опять же, выглядел при этом всем очень достойно. Я думаю, Алексей Николаевич про это хочет сказать. Я именно об этом хотел сказать. Интересы бизнеса и общества важны, потому что все-таки реклама – это двигатель торговли, это та вещь, без которой невозможно развитие современной экономики, постиндустриальной экономики, сферы услуг. Но нам важно сделать так, чтобы за рекламой можно было увидеть и город. И чтобы реклама не давлела над жителем, чтобы она не закрывала фасады полностью. Не получится так, что реклама будет неинтересной, например. Да. Тут тоже вот надо как-то побоиться. И мне кажется, это тоже в духе интереса, в интересах бизнес-сообщества иметь не очень много рекламы, потому что обилие рекламы делает ее незаметной. Мы ее игнорируем. Просто вот психология человека так устроена, что он игнорирует большое количество ярких цветов. Мы не можем игнорировать звонки, нам звонят, звонят. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Будьте добры, скажите, кто из вас, депутатов, может ответить, почему собираемость налогов очень низкая? Руководители налоговой службы должны быть уволены, так как они не обеспечивают собираемость налогов. А Дума начинает искать деньги. И все начинается с пенсионеров. Льготы сократили на 50%. Напридумывали нормативы, которые несовместимы с фактической жизнью. До свидания. Речь не о Думе Великого Новгорода, я так понимаю, а о Другой Думе. Ну, насчет собираемости, вы знаете, сегодня вопрос этот поднимался. На совещании у губернатора о собираемости налогов уступали и руководитель городской налоговой службы, и руководитель областной налоговой службы. Нельзя сказать, что ничего не делается. Действительно существует недоимка, действительно проводятся работы, которые не всегда приносят необходимый результат. Ведь, как говорят налоговики, сбор налогов – это зеркало экономики. Если в экономике дела идут хорошо, то и налоги хорошо собираются. Если экономика у нас не в лучшем состоянии, тогда, соответственно, и налоги у нас не собираются, появляются банкроты. На сегодняшний день больше половины от несобранных налогов приходится на предприятия банкроты. Я сразу скажу, что, конечно, такая работа налоговой службы все-таки не удовлетворяет, конечно, и областные власти прежде всего, и нас она не удовлетворяет. Поэтому по всем направлениям эта работа продолжается, находится под контролем. Но все-таки говорить, что все зависит только от несобираемости налогов, я бы не стал. Все-таки они поступают, скажем так, достаточно хорошо для того, чтобы можно было планировать. Алексей Владимирович хочет добавить? Я бы хотел сказать, по вопросу предыдущему, он пересекается с этим вопросом. Не только у нас положения могут заставить рекламщиков уйти из рынка, у нас некоторые положения, которые спускаются сверху, тоже уже заставили некоторых людей схлопнуть свой бизнес. Например, зарплату строителям обязали налоги платить с 27 тысяч рублей. Конечно, когда у тебя нет работы, а человек обязан платить налоги, МДФЛ, он что будет делать? Он будет сокращать рабочие места. Скорее всего, вообще останется один. Поэтому я считаю, что не только в этом причина. Сейчас, по данным статистики, на 1 декабря мы собрали всего примерно 63% налогов, а осталось 3 месяца до конца года. Это раз. И самая главная проблема – это НДФЛ, которого как раз примерно 60%, а он основной у нас, основная наша доходная часть. И в следующем году у нас также в город возвращается от сбора этого налога 15%. И эта цифра, конечно, нас не удовлетворяет, потому что появляется дефицит бюджета примерно в 400 миллионов. Уточняем, нас, фракцию ТПР, да? Естественно. Соответственно, хотелось бы по этому вопросу поднять актуальную тему. для того, чтобы в город возвращалось НДФЛ гораздо больше, чем 15%. Сегодня эта тема как-либо обсуждалась на совещании у губернатора. У меня есть таблица, где в других регионах, например, в Архангельске 35%, в Петрозаводске 22%, Кострома 30%, Орел 20%, и только Великий Новгород 15%, Тверь 15%. Ну, соответственно, в Твере видели, как тверчане живут, то я бы сказал, что, ну, как мы примерно сразу же... Нет, это же на самом деле множество факторов. Какая область по размеру и так далее? И в прошлые разы, когда нам город сказал, что НДФЛ, мы вам 15 и не больше, мы вам зато вернем деньги какими-нибудь дотациями, то, к сожалению, эти дотации были, они были локальные, направлены на конкретные целевые вещи. И мы не могли их распределить на другое. Это было 150 миллионов на дороге. Вот как раз этой теме сегодня была большая часть совещания и посвящена распределению вот этого вот налога. Ну, понимаете, мы же живем с вами не в отдельном каком-то государстве под названием Великий Новгород. Ведь и области, и другие районы, они не находятся за границей, за рубежами нашей Родины. Ведь наш муниципальный бюджет, он наряду с другими бюджетами составляет консолидированный бюджет. Вначале в области, а потом и Российской Федерации. На сегодняшний день в области действует единый норматив. 15% от НДФЛ. Это не какое-то исключение Великому Новгороду сделано. Это у нас все районы живут по вот этому принципу. Для того, чтобы сделать дифференцированное отчисление, то есть, например, добавить Великому Новгороду какие-то проценты, нужно будет тогда их отобрать соответственно у бюджета области и какой-то из районов обделить. Бюджетный кодекс, к сожалению, ну, к сожалению, наверное, для нас, для города, не позволяет такие вещи резко производить. Вот, собственно говоря, сегодня на совещании именно об этом и говорили, что и было бы, может быть, желание, но нормативы на сегодняшний день не позволяют поступить так. Просто пойти и взять из областного бюджета. Поэтому областная власть старается идти нам на встречу по каким-то субсидиям и дотациям из областного бюджета. Вот я, наверное, не открою большого секрета, сегодня уже это было озвучено. Область берет на себя часть наших расходных полномочий. Например, на следующий год будет финансироваться программа по замене окон в школах, образовательных учреждениях, потому что все мы знаем, что нужно менять их на пластиковые окна. Если в классах как-то еще получается найти деньги на вот эти вот изделия, то, например, в спортивных залах этого сделать невозможно. Там большие затраты, там огромные окна. Вот это вот готовы взять на себя область. Как я уже говорил, часть затрат на льготу, на проездные билеты готовы взять на себя область. То есть постоянно перечисляются деньги в качестве дополнительных денег на дорожную деятельность, потому что у нас с вами должна большая Московская быть построена с тем, чтобы у нас деревенецкий мост не оказался в отрыве. У нас с вами существует масса других проблем. Это все на контроле, это все никуда не делось. И вот эти вот деньги будут вступать к этой ночам. Давайте ответим на вопрос телезрителя. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос хотелось бы услышать. Вопрос такой. Значит, мы ставим счетчики на отопление. Так, почему мы должны платить за отопление не по счетчику, а круглый год? И второй вопрос. Значит, это вообще глобальный вопрос. Хотелось бы узнать, будет ли рассматриваться закон о должниках, особенно муниципальных должниках. Администрация сдает в наем квартиры, должники не платят за квартиры, дома старые сданы собственником, и собственники должны за этих должников еще расхлебываться. Понятен вопрос, в принципе, и там, и там, да? Ситуация. Константин Дмитриевич или кто-то? Хотя я готов ответить, да, если он больше не хочет. Значит, в отношении оплаты за отопление. Способ оплаты за отопление, вот круглый год или только в отопительный сезон, он определяется субъектами федерации. То есть в данном случае это должно быть постановление правительства Новгородской области. Но мы платим за круглый год, значит? Пока что у нас, да, модель оплаты за круглый год, пока у нас принята, она действует в нашем муниципальном образовании. И, насколько я понимаю, пока условий нет для того, чтобы переходить на другую модель. То есть это, ну, не совсем прерогатива, скажем так, городских властей. Вот теперь, что касается... Напомните, второй вопрос, пожалуйста. По поводу счетчиков мы ответили. Да, по счетчикам. Напомните, товарищи депутаты. Будет ли принят закон о должниках? Значит, по должникам. Я сразу говорю о том, что у нас есть достаточно серьезный арсенал воздействия на должников. То есть у нас вплоть до выселения могут применяться меры. Но, к сожалению, в администрации Великого Новгорода, как собственник муниципального жилья, пока такие меры применяют недостаточно эффективно. Вот мы получили, я имею в виду депутата Думы, отчет контрольно-счетной палаты, как раз проверяли деятельность РКЦ, и выявили, что по муниципальным квартирам с 2014 года задолженность выросла. Если раньше 8 миллионов были должны вот такие должники, то теперь они должны 13 миллионов. При том, что в целом количество муниципальных квартир неуклонно снижается. И вот на начало октября нынешнего года таких квартир всего 5 с небольшим тысяч на весь наш город. И они должны вот 13 с лишним миллионов платы за наем. Поэтому, конечно, ситуация нетерпимая. Вот у нас будут заседания комиссии, в том числе комиссии и по городскому хозяйству, и по жилищному. Вопрос этот будет ставиться. Мы уже запросили, по решениям комиссии, запрошена информация от администрации города, что же, собственно говоря, с этими должниками делаться. Запрошена уже информация о количестве пустующих квартир и комнат, находящихся в муниципальной собственности, куда можно было бы таких должников выселять. Но вот в этой части нужно просто, наверное, активизировать работу. Я думаю, что Дума и депутаты постараются администрацию как-то вот раскачать в этой части. Понятно. Вот о чем хотелось сегодня еще переговорить с вами. Формирование перечня дорог, подлежащих ремонту в 2017 году, насколько я знаю, сейчас идет в мэрии. Депутаты в этом тоже участвуют. Илья Игоревич, вы тоже, да, уже послали свою заявку по ремонту дорог на своем округе? Ну, я думаю, что все депутаты послали заявки. И, соответственно, планируем, что ремонт дорог будет делаться по графику, по плану. Более того, я хотел бы еще сказать, что комиссия по городскому хозяйству, мы не только работаем над какими-то текущими вопросами, которые готовятся к Думе, например, предоставленной администрации, или это проекты решения наших коллег-депутатов, да, а также выступаем со своими инициативами. Вот сейчас мы уже давно, где-то порядка года, да, мы пытаемся решить вопрос с подсветкой пешеходных переходов. И, конечно, ну, сложно, можно тоже понять администрацию, денег нет. Где-то у нас в городе подсвечены. Вот, и я сейчас ехал и на Московской, напротив администрации Новгородского района, там один подсветили пешеходный переход, да, и достаточно, ну, правда, один, с одной стороны, но, в принципе, я думаю, что это как тестово они сделали. Вот хочется еще раз обратиться к Павлу Евгеньевичу Морозову, который, на мой взгляд, курирует этот вопрос от городской администрации, и сказать, что надо дальше продвигаться, надо двигаться и делать подсветку тех пешеходных тротуаров, переходов, которые мы проговаривали. Речь идет, в первую очередь, о безопасности дорожного движения, поэтому вы хотели что-то добавить. Да, хотел добавить по поводу подсветки пешеходных переходов. Да, это действительно безопасность дорожного движения. И проблема в чем? У нас подсвечивают, сейчас вот появились изменения позитивные, но вообще, когда начали говорить о подсветке пешеходных переходов и начали это внедрять, зачем-то подсвечивать стали знаки, зачем-то стали вешать фонари, которые направлены на водителей. То есть, это идет привлечение внимания водителей к знакам. Да, тут пешеходный переход, но гораздо правильнее обратить внимание водителя на пешехода. То есть, и подсветку необходимо делать на саму зебру. Надо решать как-то этот вопрос, да? То есть, отрегулировать все-таки. Да, прошу прощения, запнулся. Хотел обратить внимание на то, что в следующем году на безопасность дорожного движения по проекту бюджета, который мы получили накануне, выделено 2,5 миллиона. Это очень мало, катастрофически мало, потому что... То есть, туда же входит установка светофоров и все остальное, да? Да, и это жизни людей, это спасенные жизни людей или не спасенные жизни людей. И мне кажется, что важнее было бы направить больше средств на эти меры, на установку светофоров, там, где их нет на широких пешеходных переходах, длинных точнее, на подсветку пешеходных переходов, на другие меры, на их приподнятие, там, где дорога не является основной, и водитель мог бы притормозить заранее, чтобы проехать приподнятый пешеходный переход. Это спасенные жизни, и лучше спасти жизни сейчас, чем дождаться... Конечно. Ответим на вопросы зрителей, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, когда мы порочную практику прекратим вот проводить публичные слушания по уменьшению парковочных мест в новых, но при новом строительстве? Потому что проблема назрела уже в старых домах, а про новых, я думаю, что тут надо решать уже что-то. А за счет чего они уменьшаются? Вот строится дом, да, есть двор? Да, строится новый дом, уменьшаются парковочные места, публичные слушания проводятся. Это первое. Второе. Вот люди покупают квартиры, второй этаж. Ну, опять же, про новые дома. И вдруг на первом этаже у них образуется какой-то фитнес-клуб. Вот как эту проблему решать? Потому что люди заплатили деньги, они никак не хотят, чтобы у них там эта организация образовалась. Вот. И еще один вопрос. Вот, Константин, у меня к вам. Давно мы про приют по бездомным животным говорим. Что-то решается у нас или нет, в конце концов? Спасибо. Спасибо. Так, вот первый вопрос, да, все-таки. Уменьшение парковочных мест. Ну, видимо, в связи со строительством каких-то объектов, я так предполагаю. Ну, знаете, публичные слушания хорошо, что они вообще проводятся, потому что ведь, наверное, хуже нет, если строительство начнется без извещения, без информирования граждан. Поэтому практика вот прекращения публичных слушаний не прекратится. Я вас в этом уверяю, не обязательно будут проводиться, да. И, кстати говоря, вот, наверное, такой живой пример, который вот буквально на днях у нас возник. На крайоне Ивушки застройщик хотел на своем земельном участке построить... Ну, некий торговый центр. Некий торговый центр, да. И жители, которые вышли на такие публичные слушания, очень активно этому сопротивлялись, то есть выразили свое явное неудовольствие таким намерением. И на сегодняшний день не выдано разрешение на строительство, поскольку этот участок, этот торговый центр... Ну, как сказать, рекомендатор не влезает, да. Что касается строительства клуба, вопрос гораздо сложнее. Почему? Потому что если человек покупает какое-то помещение нежилое, он, конечно, может там открыть все, что он считает нужным, если это не противоречит законодательству. То есть спрашивать жильцов, что будет конкретно в этом помещении, закон не позволяет. Ну, и, наверное, может быть и правильно, потому что ведь закон же не обязывает нас с вами спрашивать у соседей, кто будет жить в нашей квартире. Правда? Вот, кого хотим, того туда и поселяем. Здесь, собственно говоря, такой же точно принцип. Ну, опять же, жильцы, если покупают... А вот если речь идет о переустройстве этого помещения, когда, например, квартира превращается в магазин, и там пробивается вместо окошка дверь, когда, допустим, сносится балкон, делается лестница, вот тут без общего собрания уже не обойтись. И здесь, конечно, активные жители, которым это не нравится, могут прийти на общее собрание и сказать, что мы не разрешаем поступить вот так с этим помещением, и тогда никакой магазин там не откроется. Это совершенно точно. Игорь Игорьевич. Можно я добавлю, да, еще? Константин Дмитриевич совершенно верно говорит, да. Здесь еще есть определенные структуры, есть определенные нормативы. Если, например, если это фитнес-клуб, да, то наверняка людям мешает громкая музыка, если там занимаются спортом, крики, там и что-то такое, топот, когда они прыгают. Вот. Есть структура, Роспотребнадзор, в которую можно обратиться, и придут специалисты, по любому обращению Роспотребнадзор проведет проверку и сделает свое заключение. Если есть превышение звука, то, соответственно, будет вынесено предписание тому фитнес-клубу, и они должны будут устранить. Что касается приюта для бездомных животных, был еще третий вопрос. Про меня было нарисовано. Давайте мы вам. Да, значит, приюта. Вот вы знаете, действительно, такой вопрос поднимался. Действительно, даже у нас планировались денежные средства на строительство этого приюта, около 12 миллионов рублей, но по параметрам бюджета не удалось эту сумму туда внести. В предстоящий бюджет следующего года эти суммы не планируются и не будут запланированы, исходя из планируемого объема поступления. Вы знаете, наверное, нужно к этому относиться к вопросу более широко. Ведь приют для бездомных животных – это вовсе не то место, где у нас должны содержаться все бездомные животные. Это место для передержки этих животных, после чего у нас город должен ими распорядиться. То есть он должен либо отдать их в добрые руки, либо распорядиться иным образом. Пока что, как это не покажется диким, но по нормативным документам распоряжение означает лишь умерщвление этих животных, то есть их утилизацию. У нас какого-то общественного согласия в этом вопросе пока не достигнуто. Поэтому на сегодняшний день чего удалось добиться, это то, что у нас полномочия по отлову безнадзорных животных в городе, они финансируются из областного бюджета, они переданы на уровень города вместе с финансированием. Администрация Великого Новгорода проводит соответствующие торги, на которые выходят у нас все желающие. Вот на этот год у нас занимаются отловом животных. Вот за эти деньги как раз зоозащитная организация. И они как раз все-таки пытаются приютить животных. На сегодняшний день, насколько я знаю, эта зоозащитная организация за свой счет пытается построить приют, который будет содержаться на благотворительные какие-то взносы. Это тоже одна из форм устройства вот таких вот бездомных животных. Разрешите добавить два слова. Просто сам вопрос, я все вопросы записываю, звучал приблизительно так. Доколе будут публичные слушания? Это по поводу первого вопроса. Хотелось бы еще два слова сказать. Ровно до того момента, пока не будет создано что-то другое. И это на самом деле, вот сколько я общаюсь с жителями, и в предвыборной кампании много было мероприятий во дворах проведено. Это эффективный инструмент, если мы им пользуемся. Когда задаешь вопрос, почему меняем назначение помещения, открываем там алкомаркет, и проводятся публичные слушания, на которые приходят три человека, и мы с вами понимаем, что это за три человека, то вопрос к чему? К процедуре или к нашей с вами активности? В этой части я еще раз призываю проявлять активность свою. У вас есть права, уважаемые жители Великого Новгорода. Пользуемся мы этими правами или нет, это вопрос. Но права эти есть. Я прошу вас в полном объеме этими правами пользоваться. И ходить на эти общественные слушания. И высказывать свое мнение. Но я вот хотела бы, знаете, немного лирики внести в нашу программу, поскольку Константин Дмитриевич не только много знает по этой теме, но и сам приютил двух бездомных собак. За что вам тоже огромное спасибо. Есть еще звонок. Давайте, Алексей Владимирович, ответим на звонки зрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда в Новгороде вернут единый социальный проездной билет? Хороший вопрос. Когда в Новгороде вернут единый социальный проездной билет? Вы знаете, полномочия по транспортному обслуживанию населения переданы на уровень области. То есть этими вещами занимается департамент транспорта правительства Новгородской области. Поэтому сказать, когда это будет, я в данном случае не могу, потому что это некомпетенция нас, как думают. Вы хотели что-то сказать. Да, я хотел сказать как раз про общественное слушание, что сказал коллега. Конечно, то, что приходит три человека, оно результат того, что меленькими буквочками где-то в газете в конце это все написано, что будут проводиться. К сожалению, такие вещи нужно больше афишировать. Ну и, соответственно, вдогонку к этому всему хочу сказать, что на освещение этих мероприятий у нас в бюджете сокращаются расходы. Поэтому теперь вообще надо будет микроскопом смотреть. Да, я хотел бы чуть-чуть перефразировать слова Константина Дмитриевича. К сожалению, сфера общественного транспорта у нас отдана в область. Это мой взгляд, это взгляд общественного движения «Новый город», фракции «Яблоко» в Думе Великого Новгорода. Общественный транспорт, который обслуживает город, и управлять им должен город. И изначально, на мой взгляд, была совершена ошибка, когда передавали общественный транспорт в частные руки. У нас сейчас остается одна формально государственная компания, автобусный парк, но, тем не менее, это открытое акционерное общество. И оно даже по своему уставу обязано... Ну вот что тут остается? У нас совсем немного времени. Давайте ответим на вопросы горожан. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые депутаты. У меня короткий вопросик. Я живу на улице за вокзалиной, и в октябре нам обещали сделать освещение. Пока что стоят палки. Одна из них завалилась, и убрали. Что будет дальше? То есть речь идет о опорах, да? Речь идет об освещении, которое там должно быть выполнено. Контракт с подрядчиком подписан. Подрядчик сейчас находится в стадии выполнения этого контракта. Как нас уверили специалисты администрации, которым задавали этот вопрос, эти работы будут обязательно в этом году наделаны. Я был на приеме, мы говорили на эту тему. Это как раз мой избирательный округ. У меня есть два оформленных по моей просьбе официальных обращения, которые я перевел в формат диалога с администрацией. Я могу сказать, что вопрос однозначно будет решен. И вот то, о чем вы говорите, о покосившихся вещах, причем... Нет, а столбы есть, да? То есть это моя опора есть? Да, да, да. Тут еще речь в контексте, мы не услышали, между строк читается, может нанести ущерб человеку, потому что там действительно в процессе выполнения не совсем качественно выполняется работа. То есть есть вопрос не только к финальной стадии выполнения работы и к качеству этих работ. Вопрос этот прорабатывается, и он находится на моем личном контроле. Обращайтесь, я отчитаюсь по этому поводу. Еще один звонок, говорите, пожалуйста. Не хотят говорить. Не хотят говорить. Алло, мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Ко мне, наверное, был вопрос. К вам был вопрос. Ну вот я знаю, что Алексей Владимирович в частности, да, то есть вот вы с точки зрения топонимической комиссии, участвуете вы в топонимической комиссии? Нет, константин Дмитриевич, но у нас сегодня... Я его главный, я его видимый кладезь в этом вопросе. Но у нас осталось совсем немного времени. То есть чем топонимическая комиссия занята сегодня? Ну, вы знаете, у нас, видимо, на начало декабря будет назначено заседание топонимической комиссии очередное. В повестке дня, конечно, наименование улиц, в том числе присвоение, может быть, именение Филимоненко, одной из улиц нашего города, о чем мы много говорили. Все вы знаете, что мы сквер хотели называть около церкви Знадцатых апостолов. Сейчас ждем пожелания новгородцев. Мы открыты делаем. В общем, работы много, и тем не менее, да. Работа много, работа есть. Но я хочу вам пожелать удачи при принятии бюджета, да, в том или ином виде. В первом ли чтении, во втором ли чтении. Впереди много работы, поэтому, безусловно, удачи. Дорогие друзья, мы встретимся с вами ровно через три недели. До новых встреч, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова